Я вас приветствую, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить модификацию под названием Хроники Ксинок, игре Legend of Grimrock 2. Итак, дорогие друзья, мы с вами по-прежнему находимся в этой жуткой локации под названием Пустошь Паломников. В прошлой серии мы с вами обнаружили подземелья затерянных душ, и лично сам разработчик настоятельно не рекомендует посещать это подземелье на данном этапе игры, а иначе мы будем испытывать боль, страдания и некое жжение в пятой точке. То есть, повторюсь, данная локация не из легких. Честно говоря, я не боюсь этого подземелья, несмотря на то, что нас там ждут какие-то прям сложности. Если там есть что-то ценное, то, блин, я бы прям сейчас туда пошел. Но в любом случае, тут две решетки, и они, видите, закрыты. Как их открыть, я понятия не имею. То есть, надо еще дозачистить Пустошь Паломников. Возможно, мы тут найдем какую-нибудь нажимную плиту или рычаг, и только тогда у нас будет возможность попасть в это подземелье. Но, возможно, и стоит все-таки прислушаться, и пока что не идти в это подземелье. У нас, допустим, есть выбор пойти в серый могильник, и вот тут слева будет еще какая-то локация. Мы пока что не знаем, что там, но я думаю, сегодня уже узрим, что нас там ждет. Давайте вспомним вообще сюжет. То есть, тут все сводится к тому, что Паломников обманывают их же наставники. Все, кто умирают в этой локации, попадают как раз-таки в это подземелье. То есть, наставники хотят получить еще больше магической силы от их душ. И вот один из культистов пытался сбежать. Вот он. Локацию, кстати, практически мы с вами-то зачистили. Хотя тут есть места, которые я пропустил. Вот тут, допустим, там вроде как пьедестал с драгоценным камнем. Блин, гребаная муха. Давайте подготовимся. Да как так? Сразу одарила меня болезнью. Ты серьезно? Что так жестко? Ну, честно говоря, я не хочу создавать антидот. Будем надеяться, что... Элодана особо бить не будут. Давайте поспим. И продолжим исследовать данную локацию. Так, камушек возьмем. Пригодится нам для каких-нибудь секретов. Вот если я ничего не путаю, вот тут я пропустил проход. Да, вот он, этот пьедестал. Давайте его сразу исследуем. Понятное дело, никто вам просто так не даст забрать этот драгоценный камень. То есть сейчас на нас нападет банши. Или банши, как правильно ударение представить. Ну, барышня серьезный противник. Скрывать не буду. Это хорошо то, что она отходит и не загоняет нас в тупик. Так, у меня свет погас. Ух, 133. Как тебе, подруга? Нормально, да? Ой, еще и загорелась. На нее прекрасно действует магия огня. Так как она состоит из-за льда. И сейчас вот очень грубая ошибка была. Зачем-то я полез прям на нее и вся партия получила урон. Ну, ничего страшного, в принципе. Хотя и Ладан уже половина здоровья нет. И тем самым, конечно же, из-за болезни у него здоровье будет не восстанавливаться. Еще один сапфир. Пока что мы с вами не находили каких-либо торговцев, которые как раз-таки принимают вот эти вот драгоценные камни взамен на какие-то там оружия или доспехи. Тут у нас, я, честно говоря, уже подзабыл, что у нас вот тут было. А, тут какой-то город, Пескоград. Но тут, видите, требуется ключ. Хорошо. Давайте, кстати, сразу создадим. Хоть и замораживающие бомбы, почему бы и нет. М-м-м, там еще одна муха. Вашу ж мать. Как я вас ненавижу, гребаные мухи. О, грибочек. Вот это меня радует. И тут у нас очередная могила. Которая непонятно, кто вообще похоронен. У-у-у, череп. Еще плюс один кселя. Прекрасно. Ну, на данного товарища, конечно, я тратить замораживающую бомбу не буду. Так как у нас есть место для уклонения, и мы его сейчас спокойно убьем. Он в нокауте. То есть его можно спокойно добивать. Что мы и сделали, в принципе. Арван испытывает голод. Держи, черепаший стейк. А, и кости. Больше тут ничего нет. Ну, и на том спасибо. Череп это весьма полезный предмет. Угу. Еще одна могила. Тут довольно много могил. Камень. Хрен с ним. У нас и так много камней. Ральф Хюлбертс. Вторая протажа. 230 ему сразу прилетает. Зажигательная бомба у него была. Вот это я понимаю урон. Красавчика, вода. Тут еще и жуки. Вареные. Давайте сразу их съедим. И все, вроде как. Больше тут нифига и нету. Вот тут 100% я вижу какую-то замануху. Вот видите, в центре жук лежит. То есть это какая-то ловушка будет. Я прям в самый последний момент туда пойду. Ну вас нафиг. Я знаю, какой тут разработчик беспощадный. И как он любит... Преподносить всякие вот такие вот коварные ловушки. А, тут опять банши будет, да? Блин, подожди. Я не готов сражаться с банши. Давайте сначала разберемся с мухой. Ух, как она быстро все делает-то, а? Болезнька прошла, она так не радует. Давайте теперь попробуем быстренько уничтожить эту муху. Не успеем, что ли? Все-таки успели, отлично. Что у нас эта муха храняла тут? Да ничего, вроде как тут и... А, жук у нас. Жук, ладно, это фигня. Вы обратите внимание, сколько пространства у той или этой приманки. То есть, там будет очень много врагов, как я понимаю. Я не знаю, возможно, осьминоги там из-под земли со всех сторон повылазят. Или корни деревьев, это весьма прикольный противник, кстати. Получается, вот эта ловушка осталась. Могила вот тут. И, в принципе-то, локация зачищена. Блин, попробую по краю обойти это. Я просто, честно, не хочу подходить пока что. Да, тут действительно проходят еще одну локацию. Джунгли! Ух, нихрена себе, какая красивая локация. Вау! Смотрите, прям такая башня! И на башне стоит... Так, тихо, жук, не дури. Ее же, что налево. Пошел нафиг. На башне стоит, короче, крыса с пушкой. Настолько эпично выглядит. Ну, на самом деле, невероятно красивая локация. Возможно, мы сюда сегодня пойдем. Видите, у нас стоит надзиратель, блин. Тут жуки, я смотрю. Ну, в джунглях обычно комары бывают. Змеи, я думаю, будут. Не знаю, чего там еще можно ждать. Ага, непонятно, кто тут похоронен. Черный мох. Это хорошо. Давайте попробуем нокаут его отправить. Не получилось. У вот этого особого удара, по-моему, какой-то процентаж имеется, насколько я понимаю. Не, братан, я к тебе не пойду. Тут явно какая-то замануха будет. Я даже перед этим лучше сохранюсь. Ну его нафиг. Ну, в принципе, если даже мы кого-то потеряем в этой западне, у нас есть кристалл заряженный. Мы вернем к жизни. Поэтому, может быть, и не стоит прям так бояться. Ну, по-хорошему, конечно, надо подкрепиться нам. Поспать. То есть, восстановить здоровье и ману. Ну, хотя бы так достаточно. Сохранимся. Потому что, блин, я, честно говоря, побаиваюсь. И в то же время в предвкушении, что нас там ждет. Сейчас еще вот с баншей нужно разобраться. Мы ее, конечно же, не заморозим. Блин, ну в упор она будет давить сильно нас. Это прям 100%. И тут она прям зажмет нас. Обнаружен секрет. Ни хрена себе на нее действует бомба. Чего? Ее в станши не поставил? А не, начал атаковать. Так, подруга, давай сдыхай, а? Вот как драться вот в таких ситуациях, когда вас сжимают? Это просто очко. Травотечение. Так, зелье используем. Все, отдалили. Ну, с трудом, на самом деле. Арван могла отлететь. Обнаружен секрет. По-моему, мы открыли проход в подземелье. Насколько я понимаю. Так, рубин. Вот давайте даже проверим. Мне прям, честно говоря, стало интересно. Где же раздобыть ключ от Пескограда? Мне, честно говоря, любопытен этот город. Да, действительно, смотрите. Открылась решетка, но открылся только первый этап. Угу. Ладно, пока что поставим вопрос. Это подземелье. Возможно, просто надо там обойти, и там будут какие-нибудь нажимные плиты. Но, мне это не интересует. Надо зачистить сначала пустошь. Ой, блин, это будет непросто, мне кажется. Ой, как непросто. Так, зелье у нас есть. Бомбы на всякий случай. Хрен он знает, что тут ожидать вообще. Ой, что такие лаги? Пошли, тихо, играем, дури. Папоротник. Ого! Вот это прилетело! Нифига себе. Элодан, кстати, кричал, это ловушка! В итоге я убежал в джунгли. Вот как так у меня получилось? Посмотрите, сколько там жуков появилось, чтобы вы понимали. Это, получается, мне повезло. Мне не придется использовать бомбы. Мне каким-то прям... Магическим образом удалось сбежать. То есть найти лазейку. Опа, отлетели. Мы с Тамарой ходим парой. Они вроде как, ну... Не сложные по одному, вот, да? Но они нас хотели зажать. Ничего себе, студия 7, крик. Если бы они зажали, потери были бы 100%. Этого не избежать. Так, мана нет. Выпьем. Говню, гля, укусил. Успел. Ну, давай, туда и добейте уже его. В принципе, можно сюда вот находить. Суровая ловушка все равно. Надо признать. То есть, если бы мне не повезло, я по-любому потерял кого-нибудь. Опа, мать, какие же вы быстрые, а? Сраные дураканы. Все. Взборим пополам. Мы одолели эту шайку. Получается, пустошь полностью зачищена. И все-таки, поразмышляв, я решил то, что пойдем мы не в джунгли, а в серый могильник. Мне кажется, там мы найдем что-то достойное для нашей партии. Честно говоря, можно было вообще не лезть на вот эту ловушку ради какого-то, блин, саного вареного жука. Можно было попросту это обойти, но... Кто, если не я, опробует данную ловушку? Так, ну, сразу нас встречает мухомор. Если я сейчас нападал, меня ядом ударит. Поэтому мне нужно было подождать, когда он сам на меня пойдет. Странно то, что он тут один. Так, одолели. Очень странно, прям мертвая тишина. Как будто здесь прям никого и нет. Ну, это... Обманчивое мнение. Я думаю, эта локация тоже, блин, будет со своими приколами и изъянами. Это что за звук? Ух, нихрена себе. А что это за... Я не знаю, монумент, обелиск, что это такое? Причем за вот этой скалой... По-моему, это элементаль. Электрический такое. И драконы с ним. По звукам, по-моему. Ну, непонятным, конечно, как туда попасть. Да и в принципе, я пока что-то не стремлюсь. Надо внимательно здесь все смотреть. Опа. Жаба! Вот она, моя подруга. Иди сюда. Хитрожопая. Так, а тут есть место для кладения? Ух ты, тихо, 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 не дури. Не дури, подруга, что ты? Дерзишь ты, а? Сейчас потихонечку, помаленечку мы ее одолеем. Арван испытывает голод. Вот как раз, держи. Жабий язык. Это прям деликатес в местной игре, как-никак. Могила. Ну, подождите. Там этот, голем ходит каменный. Давайте его выманим сразу. Да ладно, сразу побежал, разозлился. Да что ты такой, ты сегодня злой? Неужели прям достаточно урона тебе нанесли? Прям даже не верится. Кстати, я себя в лавочку загоняю, в курсе. Если мы его сейчас не убьем, хотел сказать, у нас будут проблемы, и мы все-таки его одолели. Вот все-таки нельзя расслабляться в этой игре. Я вот расслабился, не посмотрел, куда я отхожу, и загнал себя в ловушку. И он бы мог меня сейчас убить, но, к счастью, мы вовремя одолели его. Том Риджеральд мечтал посетить Асгард. Да, видно, не судьба. Мы что-то откопали. Личиночку. Сразу съедим. Там, по-моему, еще одна личинка была, и что-то еще. Смотрите, что есть, нормально. Пока что вот Элодан, конечно, да, по урону проигрывает. Нужно срочно ему искать какое-то другое оружие. Это уже, я считаю, полное говнище. Даже оружием не назвать. Да, еще одна личинка. Держи, Николас. А, тут у нас 6 дротиков. Обалдеть. Итого 13 уже, и один у нас усыпляющий. Неплохо. У меня, честно говоря, никогда столько дротиков не было. Патроны для огнестрела. Еще проход в какую-то локацию. Так, погоди, там гриб. Я хотел покопать могилу, но передумал. Неправильно себе, думаю, ему прилетает от фаербола урон. Ну. Я не буду на него нападать. Я знаю то, что он с вертуха на зарядке. Нужно его ждать, когда он пойдет. Нихрена себе, как он резко в грудь ранил Илрахира. То есть здоровье не восстанавливается. Но пока что не буду я пользоваться зельями. И все-таки, по-моему, придется. То есть уже кровотечение. Ты что творишь, а? Охренел, что ли? Что-то я не в духе играть в эту игру. Допускаю такие вот, ну, нелепые ошибки. То есть, грубо говоря, враг передан один на один. Я должен его побеждать. Без каких-либо ошибок. А тут еще один. Ну, я вот почему-то ошибаюсь сегодня. Ну, бывает, не всегда. Идеально же играть. Так, ну ладно. Место буквально тут есть. Главное не паниковать. Все, одолели. Что это за локация? Замок Черного Клыка. Нихрена себе. Знаете, напоминает мне из первого Ксина. Ой, тут жуки, комары. Это, как это локация называлась-то, а? На Н как-то. Роджер Фиртли. Погиб как воин на посту. Он спал, небось, на посту, а его убили. Болты арбалетные, личинка. Ну, скорее всего, кто смотрел первые хроники, поняли, о чем я имею в виду. О какой локации идет речь? Я что-то тут забыл прям. У тебя есть. Швейхеркнет. Белрахир. Что-то промахивается. Надо опять в меткости окачать. На самом деле, кстати, левел ап не скоро. Все-таки поразмышляв, я считаю, идея у нас хорошая сделать из Леголаса Ассасии. То есть мы будем его вкачивать еще в легкое оружие, в точность, чтобы он со второго ряда мог атаковать. Не пришлось его так перемещать вперед. Правильные советы вы даете в комментариях. Но болты арбалетные нам, в принципе, не нужны. Сильвия Бартс. Горячая штучка. Ну, сейчас посмотрим, какая-то горячая. Ой, фиг такой. Ледяная стрела. Ну, это одноразовая стрела, как, извините, заражение, одноразовый гандон. Типа, заморозим цель, а потом она стань, как обычная стрела. Ну, для каких-нибудь боссов можно придержать. Но, опять же, не для боссов, а какой-нибудь серьезный бой будет. Вот, зажмут нас. Вот, тогда придется воспользоваться этой бомбой. Ух, 215. Красавчик. Филрахир. Опять же, личиночки. Это хорошо, потому что с едой, я чувствую, все-таки у нас дефицит тут будет. И этого не избежать. То есть, чем мы больше спим, тем больше требуется у нас дефицит. Я, кстати, сейчас отдал две бомбы. Паники. Я дурак. Уж простите. То есть, я не успел нажать на shift, чтобы разделить. В две, две выкинул. Ну, ладно. Раз уж просрал, так просрал. Тон effort. Охотника загрызли зверя. Питательные топоры. Опять личинки. Тут у нас все сыты. Ох, мухи. Комары, японо, мать, хорошо, что ваншопер. Откуда они взялись? Прям в этом моде комаров... До хрена! Я даже сказал, перебор. Не, какой же у нас, на самом деле, огромный выбор, куда идти. У нас есть подземелья, джунгли, замок королевы, замок черного клыка. Я офигеваю. Личинка. Ну да, имитательные топоры. Да ладно, еще комары. Откуда они взялись? Их тут вроде не было. Выходите сюда. Блин, тут еще мухоморы. Что-то не обосрался. Тихо-тихо-тихо-тихо. Выгоняем в тупик себя. Вовремя я ушел. Да-да-да, конечно. Отравить он мне, думай. Давайте поспим. Сейчас какие-нибудь комары нас разбудят. Не, вроде вандеет комаров больше поблизости. Еще одна могила. Майкл Норвич уснул. Теперь уже навеки. Прикольный комментарий, кстати. Еще личинки. По-моему, там дротики. Как бы не усыпляющие. Ну, символично было бы. Опа, в нокаут. Блин, если я буду нападать, он меня ударит, да? Ой-ой-ой. Так, братан, давай не дурить, вздыхай уже. Да, это усыпляющие дротики. Четыре. Охренеть. Это довольно ценная награда. Вот тут, возможно, что-то есть. Давайте покопаем. Увы. Но ничего не найдено. Опа, грибочек. Как я так упустил тебя. Ну, тут весьма густая трава, кстати. Вот, пустошь там как-то еще можно было заметить. Тут приходится прям присматриваться. Подозрительно, слушайте. Погоди, а вот эту могилу мы не копали, да? Ларри Мортинсон. Из далеких краев своп-смерть здесь нашел. Тихо. Какие дерзкие. Нынче мертвецы пошли. Что-то давненько, кстати, там какие-нибудь ценные прям предметы. Ценные я имею в виду какое-нибудь хорошее оружие или доспех. Не попадался в могиле, я имею в виду. О, замораживающая бомба. Личинка. Съедим, так уж и быть. А, и тут еще одна личинка. И, по-моему, еще усыпляющие дротики. Итого уже восемь. Кстати, левел-ап будет у Леголаса. Да и у передовых бойцов уже весьма скоро. Какая-то локация прям, честно говоря, запутанная. Я слегка в ней теряюсь. Ага, смотрите. Энд стоит. То есть, это проход в эту же локацию. Это как в пустошь. Идет первый этап, потом второй. Тут так же, походу, сделано. Но пока что не будем их трогать. Надо тут сюда защитить. Бляха-буха. Вот это вот. Успею убить? Успел. Эта зараза, возможно, что-то тут охраняло. Нет. Значит, вот тут... Да, я прям вижу. Вот тут откроется проход. А тут как раз я заметил вот этот монумент. Угу. Опять две могилы. Ники Хольстенгерн. Всю жизнь он грыз гранит науки. О, что-нибудь больше интересное. Копаем. Да, что-то копали там. 187. Ну, я загнал себе в лад. Не дурак. Поздравьте. Просто зелье отдал. Ой, что-то прям все нереальное. Такие прям нелепые ошибки. Накидка шамана. Уклонение минус 2, но плюс 30 к энергии. Ну, честно говоря, я возьму эту накидку. А вот это выброшу. То есть энергия-то хорошо для Арван. 30, конечно, это неощутимо. Ну, все же. Давайте поспим. В формате вы... Посчитайте, сколько я сегодня допустил таких вот детских ошибок, а? Вера Трейси. Шутить и танцевать любила. Витать. Ведяная стрела. Опять сверху. как верка крепкая казалось или мне попросту показалось так личинки и все что да походу ледяная стрела и 2 личинки больше тут ничего нет прям в это локации фарм еды идет конкретно дбс и и даже шлем не защитил от камнем брошенного метка там шлем хорошие откопали такая прям средняя броня как по мне даже наверно чуть выше среднего сейчас лава будет так элрахир точность до второго уровня а тебе да пока что давайте увеличивать крит надо до второго уровня уже сколько процентов уже 11 вот это неплохо так это у нас полный шлем тяжелая броня плюс 12 к защите это весьма весьма даже честно говоря не хочу забирать у него вот этот медвежий череп который дает плюс 4 x или как-никак мне кажется лучше вот хитиновую маску выкинуть который плюс 9 я возможно это была ошибка страны и все-таки медвежий череп лучше выкинуть так грибочек тихонечку нас в инвентаре все разрастается его харти драйв умерла вдали от дома и по-моему вера вяленое мясо крота опять загоняю тут на самом деле как-то неуютно в этой локации и вообще отходить неудобно какие-то лабиринты еще плюс один к силе вяленое мясо принципе можно сразу съедать она не питательная хотя нет я ошибался получать все первый этап зачищен по-любому и тут много растений пропустил что очень густая трава смотрю он не один там еще опять голем да ну нафиг ты что не проснулся брата а он убежал ваш мухомор пришел ну и чё-то задумался сборе пополам одолели его ну и куда бедолага убежал а кстати тут кристалл я вижу он там хижину какую-то это скорее все опять какой-то дом радужных торговцев где нужно купить ключ у нас по моему волчьему годье была гильдия зеленых торгов так тихо-тихо то что тут кристалл заряжен это меня радует конечно опять могила 5 волю тут кстати водоем имеется и водоем весьма недружелюбный мне кажется там врагов довольно много он мать да тут потеряешься нафиг тоже 500 лабиринтов комары ну-ка идите сюда ой там еще и муха да ну вас жопу ну конечно вы не убьете а жесть спим короче нафиг бомба сейчас надо на всякий случай создать сразу вот это что это такое не входить она закрыта эта поляна как туда попасть скорее всего там нажимая плита это босс правильного не пугали фух зачем так пугать а да это действительно вот это был больно сейчас у меня во первых оружие забрали а у меня лопату забрали да хрен с ним одна из лягушек хитрая лопату забрала разносчики чумы это сейчас этот язык задницу засуну ничего с не получится но это я бы не искал тут куда босс там шипы где-то хреначь не пойму по звукам кому-то хана все до свидания а у меня бомбы еще забрали из рук поэтому там вроде не лопату только забрали а что-то еще окажется это бомбу так язык сразу съедаем он тяжелый зараза у элодана level up точность до второго уровня и того сколько у вас точности по статусу посмотрим 33 29 ну вот это уже нормально на самом деле теперь можно я думаю чуть другое им прокачивать и в принципе на вот этом моменте думаю надо закончить серию следующей серии мы с вами продолжим полностью исследовать вот этот второй этап серого могильника кстати подождите ну это конечно самые хреновые сапожки тяжелого сета плюс 6 к защите такое говно нам не нужно честно вам скажу это прям говничка три отравляющие бомбы венец войны берилли письмецо чего то ли тут должно быть подписано написано подковы скорее всего потому что я не понимаю что это за слово такое наверно подковы это универсальный ключ от выходов на крышу в любом замке какие-то походу в игру добавили какие-то подковы насколько я понимаю которые мы еще ни разу не встречали ну корона дает плюс 1 к защите и плюс 3 к силе то есть корона лу до хотят сказать лучше хуже этого медвежьего шлема ну или черепа правильно сказать как бы я даже не знаю нафига нам это корону можно в принципе то и смело выкидывать в общем ладно как говорится надеюсь вам понравилась эта серия Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии Ну и всем удачи, всем пока!